Да, пошло видео там. Наверное. Да, вот цветы пошли, правильно? Низу тикает, да. И вот сейчас у нас в гостях журналистка Женя, очаровательная девушка. И у нас вот бабочка влетела в комнату сюда и летает, и летает. Я никак понять не мог, к чему она летает. Оказывается, Женя свет, а бабочки на свет летят. А у Жени, оказывается, брошечка. А на брошечке что там у тебя? Калибри. Калибри, поэтому бабочка на калибри. А это у нас Антон. Антон сейчас хотел сказать вам, что он не умеет ничего снимать. Не умеет ничего снимать. Первый раз, что ли, я снимаю? Ну говори вот это. Третий. Третий раз снимай. Четвертый. Ну, очень крутой. Крутой. Потому что если с третьей попытки. А это сможете пропустить через сутболку? Вообще, уже так здорово снимает, что будет потом? Между телом туда вниз она упадет. Пропустил. Штаны художника. Так. Рубашка художника. Как потом это? А это куда? В карман. Куда хотите? Глубные прядки? Провода. Да, спасибо. Со мной можно на вы, со мной можно на ты, со мной можно на сочи сомнобежищество. Спасибо. Вот и Наташа пришла. Наташа, иди сюда, покажись. Готовьтесь. Готовьтесь. Наташа, иди, пока мы готовимся. Расскажи про свою книжку, что она вышла. Кто не видел, кто не слышал, узнает, что книжка твоя вышла в Амресе. Можно еще попробовать? Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, как. Наташа, пока мы готовимся, ты в двух словах буквально, потому что мы уже почти готовы. Ты скажи от своей книжки быстренько, чтобы мы одновременно сказали, что она вышла у тебя. Ты что, мне на камеру скажи? Там, прям туда скажи, там, вот туда скажи. Туда, я не знаю ничего. Ну, сюда ближе подойди. Да-да я не причесана. Что знаешь, не причесана? Ты же в шапочке. Ты же в шапочке. Ну, хорошо, я скажу, она не причесана, она в шапочке пришла. Вам, Летя Русь, вы слышите? Такие тоже есть. В Кузьминад. Да. Нужно брать тебе это самое, пудру. Отвечай, что с собой? Ну, я никогда не пробовал это. У нас даже, оказывается, есть пудра. Чтоб никто не блестел в кадре. А, что бы не блестел? У меня есть специальная салфетка. А, салфетки? Нет, нет, не пудра. Да вроде бы ты не блестешь. А хорошо бы еще быть блестей. Нет, блестей не так. Не так. Блестя сверкай. Но, в лайк дес. Он думает, что у меня болезнь, она на этом не начинает. Если не слишком, не слепит цвет. Все нормально. Вот хозяин вести, как наябрь вставит. А я думаю, рубашку поменять. Я спросил. Ты как в журнале искать, считаешь, рубашку мне менять? Она говорит. Да нет, вы так хорошо выглядите, потому что... Ну, я так думаю, что Далай-Лан. Я смогу 16 лет. Такого же цвета. Конечно, вообще. Хорошо, вот. Конечно. Будем думать, что... Вы видели его видео вставлено? Ну, нормально же. Итак, друзья, Антон, кто начинает? Ты начинаешь? Я начинаю, да, сейчас. Все, нормально же? Или немножко повернемся еще чуть-чуть? Скажешь? У меня вот сегодня не работает моя штука, на которую можно смотреть. У меня закрыто окошко, чтобы шума не было, или там нормально? Мне кажется, нормально. Ну, все. У меня же есть, я же могу проверять. Мы давно с вами. Можно на кухне поговорить тогда, чтобы у нас шума не было? Правильно, правильно, Саша. Да. Мы помолчим, мы помолчим. Хорошо. Но слышно все. Просто каждый шум будет слышно. Вот это тоже слышно. Да, вот послушай еще. Еще как у вас. Что я делаю лично? Я, когда я замерз, или когда я жду чего-то, или... Ну, холодно? А, нет, нет. Это я говорю. А. Я с учетом всей обстановки. Я беру и начинаю вот так вот потихонечку себе нажимать на все 10 пальчиков. Ну, девочки пальчики, у мальчиков пальцы. Нажимаем на все 10 пальцев, потому что это переключатели доминанты. Я через это начинаю успокаиваться внутренне и настраиваться на то, о чем речь идет. Вот сейчас я смотрю у Антона там на камере маленькая такая штучка. Как мы там выглядим, по-моему, это хорошо. А вы просто восхитительны. Ой, спасибо. Вот что значит человек настоящий. Всегда похвалят друг друга, да? Что вы? Кукушка хвалит. Нет, ну что, вам трудно, что ли, поддержать друг друга? Нет, ну что вы, наоборот. Я считаю, искренний комплимент еще никому не вредил. Вот именно. Вот именно. Искренний комплимент. А если мы относимся друг к другу как люди, как человеки, то мы, безусловно, делаем людям искренние комплименты. А когда мы их не делаем, это значит, у нас стресс какой-то. Это значит, что мы зависли в какой-то ситуации. Вот это самая главная проблема, Шелина. Вот ты, прежде чем начнешь интервью, я тебе сразу хочу сказать, что у человека всего несколько базовых проблем. Одна из них, которая называется у него зависание. Человек зависает, потому что у него очень быстро такое резкое впечатление возникает от чего-то. Он зависит, а и уснуть не может, и настроиться не может. Вот это зависание, как компьютер, требует сброс напряжения. То есть сброс напряжения, то есть перезагрузку сделать, как компьютер. А вот когда мы вот так пальчики себе разминаем, называется узелки на память, у нас происходит за счет 10 ударов мозга, болел к импульсу, происходит перезагрузка мозга. Нет, вы как раз помогаете, потому что, знаете, как тяжело, когда что-нибудь ставишь, а люди напряженно молчат. Полная тишина. Поэтому надо сотрясать воздух, развиваться на полезность. Так гораздо прямо симпатичнее. Поэтому у меня есть такая вот метафора. Нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы, все равно придумают что-нибудь интересное. Но стоит затисаться среди них хоть одному примитиву. Все усиливают, как песок, да и хлопот потом не оберешься. А примитив это кто? А здесь нет примитива. А кто это в принципе такой? Примитив, который в стрессе сейчас. Который в стрессе, ему не дать сего, ему не до сего. А стресс может быть из-за того, что только нога болит, или рука болит, или ребенок из школы не вернулся, ему не до чего. В этот момент он находится в ситуации выживания. Он научил людей жить, творить, создать, выходить из ситуации выживания, на состояние гуманизма, альтруизма, сотрудничества. А самое высшее счастье – это коллективное творчество. Когда все люди объединены какой-то общей мечтой, общей идеей, все взаимодействуют синергично и добиваются какого-то результата. Вот сейчас мы добьемся этого. Обязательно. Обязательно, да. Ты уже пишешь, кстати, Антон? Я все это пишу. Красиво. Ну вот, женщина хорошая. Смешатель. На самом деле, это очень важно, потому что мы тут уже попробовали, что мы пишем с какого-то определенного момента, и все начинают вот так пишут. Ждать моменты, ждать моменты. А потом не так получается естественно. Ну, конечно. А тут разговор идет и идет. Вообще, жизнь – это и есть само творчество. Если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Да. Это точно. Какая ты красивая. Ой, красивая большая. Я там прочитал, друзья, прочитал, что женщине всегда надо делать комплименты. Да. Мы как кошки. Нам любое доброе слово приятно. И мужчинам тоже, кстати говоря. Я прочитал в другой книжке, что и мужчинам тоже. Это были очень умные книжки, очень правильные книжки. Да. Это правильнее говоря книжка. Браг хорошего. Антон, ты как-нибудь уже решил? Да. И давай. А то ты все переставляешь и переставляешь. Оно все вот так становится и получше, и еще получше. Женечка, попробуй вот это вот 10 пальчиков. Вот так вот. Да, вокруг. Это называется у меня узелки на память. Когда ты вот так сжимаешь их, и потом заметишь, что у тебя облегчение внутреннее происходит. Потому что 10 ударов мозг войдет у болевых сигналов. Это как на шатерный спирт. Угу. Проясняется голова, глаза становятся лучистые. Вы сейчас посмотрите уже на глаза какие-то. Увидите, увидите. У нее такие красивые глаза. Антон, наведи прямо на глаза. Вот, 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 вот. Женя. Да давай. Свой первый год. Все, подождите, я выставлю обратно. Ага, ну давай. Давай. Скажи, а потом... Знаешь, как же помогает? Это перехрючатель. Да? Это сильная вещь. Это когда готовится к чему-то. Сразу ощущение какое-то. Ну, проясняется. Да, да, да. Вот, так отпустила. Снимаешь. Все, все, все пользуемся этим. Все снимаем. Давай, а? Отлично. Скажи, пожалуйста, когда... Все уже более-менее, да? Так, только надо звук выключить тут. Давай. Здесь там суперкнопочка. Суперкнопочка. Кто-то когда-то пишет или звонит, там всегда выскакивает вот это. Да, мы это сейчас... А вот это наше, что мы там записываем, оставим же, правда же? Конечно. Надо просто звук выключить. Да. Чтобы сообщения были без звука. Отлично, отлично, спасибо. Спасибо. Так, ну... Итак, Женя журналист. А где ты у нас журналист? Студия Материк. Студия Материк. Так, кто кого интервьюирует? Да. А, получается наоборот, да? Да. Получается наоборот, да? Да. Хорошо. Добрый вечер. Еще нет? Добрый вечер. Сейчас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня в гостях у совершенно уникального человека. Таких людей очень мало, и я бы хотела, чтобы вы, Хасай, рассказали нам немного о себе. Родился я в 51-м году. Мне уже 73 года. Поэтому я знаю, что девушек надо хвалить, поддерживать. Как мы уже с Женей договорились, и мужчин тоже. И чем больше мы поддерживаем друг друга, тем меньше мы болеем, более мы здоровы, более мы раскрываемся как творческие личности. А человек по природе – творец. Расскажите, пожалуйста, о своей методике, которую вы разработали уже больше 40 лет назад, получается. Да. В 81-м году меня пригласили в Центр подготовки космонавтов. Я занимался там вопросами моделирования состояния невесомости у космонавтов в земных условиях, потому что проблемы были такие – адаптация к невесомости, перегрузки и восстановление. Я вот этим занимался, и я создал модель невесомости у космонавтов в земных условиях. Потом оказалось, что это состояние невесомости – это и есть состояние нервона. Вот это состояние, когда человек находится в безмятежности душевной, вот именно там и происходит, что у него нет страха, комплексов, стереотипов, нет вот этого эго, подражания авторитетам, он свободен. Вот состояние невесомости – это и есть состояние свободы. О, как интересно, да? Да. И потом я научился получать эту невесомость, не летая в космос. Вопросы в школе «Человек будущего», которую я создал, где участники из многих стран мира обучаются снимать нервно-мышленные зажимы, выходить на состояние внутренней свободы, открывать свои творческие качества и способности, о которых, может быть, даже и не подозревали некоторые и открывают, и через это даже и выздоравливать. И писать такие произведения, и картины, и куклы делать там, и новеллы писать, о которых дальше, раньше даже не догадывались, что они это могут делать. А скажите, Ваша методика, она подходит для абсолютно любого человека? Да, для любого психически здорового человека, потому что психически больной человек должен это делать в сопровождении со своим врачом, который должен быть обучен специальной подготовкой по работе методом сключен. А как быстро можно обладать Вашим методикой? Зависит от исходного состояния. Если человек в нормальном состоянии находится, то, естественно, 3-5 занятий по полчаса, и он может освоить способность переключаться, быстро выходить из другого стресса. И чем отличается наш метод? Это тем, что он позволяет не только снимать стресс, но и использовать энергию напряжения стресса для решения ранее нерешаемых вопросов. Получается, человек освобождает свой разум, свой мозг, и ему... Тормозов, которые были связаны с блоками сознания и тела, например, страх, например, неуверенность, например, подражание авторитетом, он освобождает от всего этого, он освобождает свое сознание от этих вот ограничений. И поэтому я, в принципе, сегодня, в последнее время, уже занимаюсь обучением изобретательства. Как изобретать? Потому что изобретать можно, когда у тебя нет шаблонов мышления. Ты же создаешь новые. Можно научить изобретать, правда? Конечно. А вот женщина, которая думает, идя в магазин, как накормить своего ребенка, когда у него денег вдруг не хватает на карточке, ничего. Она же в этот момент изобретает. Мы же просто думали, что изобретательство – это создание технических решений. Нет. Это создание нового. Вопреки всем обстоятельствам и шаблонам мышления. Родить новое, создать новое – это изобретательство. Просто может быть, что твое изобретение уже тетя Нюша в прошлом году изобрела. Или дядя Федя. Ну, может быть, такое. Конечно. Да. Слушай, а хочешь, я тебе смешную вещь расскажу? Очень хочу. Раньше, по-моему, у нас же жена была была на крокодиле. Да, да. И там, значит, была такая карикатурка. А там сидит мужичок такой, голову чешет и говорит своей жене, слушай, говорит. Вот, говорит, в Америке один мужик, говорит, изобретение сделал, говорит, и 3 миллиона долларов получил. Я же это давно сделал. Вот, она говорит, так ты сделала, а он получил. А почему так? А потому что мы все изобретатели. Просто где-то это оценивается по достоинству, где-то это есть механизмы, как это реализовать, показать, обеспечить себе жизнь на этом и дальше изобретать. А где-то нету. Вот и все. Мы находимся в вашей мастерской. Я вижу здесь огромное количество совершенно прекрасных картин. Расскажите, пожалуйста, как вам приходят идеи для этих картин? Как вы их создаете? Дело в том, что я не копиист, я не художник в том смысле слова. Но я никогда не учился ни в какой академии, ни в каком лицее, где учат рисовать. Я сам учился. И учился я за счет самообразования. То есть я любил в детстве, например, что-то там порисовывать. Ну, Ленина обычно дети рисовали. Или самолеты рисовали. Ну, по Макашка. Ну, когда я думал, вот художники рисуют, ходили на выставки, нас детей водили на выставки. Я думал, ну, при чем тут я? Я, я, а это художники. То есть между мной и этим высоким искусством был барьер. И вот однажды я делал свои приемы по снятию нервно-мышленных зажимов у себя в мастерской на таганке. Я разводил руки левитационно, как по методике невесомость вызывалось это состояние, вот это несвобода. И в этот момент замечтался, что рисовать будут только шедевры. В этот момент замечтался, будут творить такое диво, чтобы все приходили и дивились, какое диво я сотворил. И в этот момент вдруг почувствовал, что блок пропал. Появилось такое ощущение уверенности, ну, хочешь рисовать, рисуй, кто тебе мешает. То есть стена между мной и искусством упала. Я думаю, что многие люди тоже. Не зависит от того, рисование ли это, либо танцы, либо пение, либо любой вид деятельности, математика там, или еще что-то. Не важно, если перед человеком есть стена между ним, или, например, изучение монастанного языка, или еще чего-то. То можно, делая наши упражнения, снимая нервно-мышленные блоки, почувствовать уверенность и начать создавать, изучать. Я знаю, что часть картины Вы нарисовали, так сказать, коллективным творчеством. Скажите, пожалуйста, как это происходит? Это до меня пришло в голову, такая идея. Коллективный разум, такой формат у нас есть, школечек будущего, хомокутурус. Совершенно недавно, лет 5-8, может быть, когда я рисую картину, и все видят, как я рисую картину, я прошу, пишите комменты, что добавить, что убавить, что нужно там поменять, или оставить как есть. И мне там пишут целый список советов. Я, учитывая эти советы, эту картину совершенствую. У нас очень много картин, вот, например, ангел-велосипедист с благовестью к нам. А Роман Газенко, мой друг психолингвист, он говорит, а это колеса сансары, колеса судьбы, да? Вот это мы нарисовали в коллективном формате, а это я нарисовал, когда я еще сам рисовал. Вот это я рисовал маслом после Олимпийских игр в Китае. Меня пригласили туда, в наше национальное сборное России по паразонному спорту, я их там поддерживал. Я потом нарисовал эту картину «Гонки в Чинг-Гао». Вот смотрите, они как колеблюсь, эта картина там, они вот в парусных игр плывут. Я готовил, да, кстати говоря, парусный спорт, там у меня один парень, он говорит, у меня через два часа гонки, а у меня страх. Как мне быть, может пойти массаж сделать или еще что-то? Я ему говорю, а что ты чувствуешь? Он говорит, ну, меня трясет. Я говорю, ну, сань, потрясись. Он говорит, что я, дурак, что это? Вот это уже метод ключа. Я ему говорю, организм сам подсказывает, что тебе надо сделать, а на школе не учили. На школе учили держи себя в руках. Нам сразу говорили о конечном результате, чтобы ты был спокоен. Да, но нам промежуточную стадию не рассказывали, потому что не знали. Это как раз-таки мы открываем в школе, человек бывший в полном культуре, вот эти промежуточные стадии до результата. А промежуточная стадия была, а природа ему подсказывала потрястись. А он же, поскольку в школе не учили, поэтому он себе это блокировал. И он встал и потрясся, потрясся, потом сел и говорит, слушай, а что все так не делают? Я говорю, а что? Опыт у меня такая уверенность появилась, такое внутреннее спокойствие. Я говорю, не делают, потому что не знают, потому что в школе этому не учат. Поэтому я сделал синхрогимнастику, да, пожалуйста, Антон, вон там, под фотографиями, там книжка, да. Вот эта книжка, синхрогимнастика. Это книжка профессора Матвеева Анатолия Петровича, моего друга, «Физическая культура». И там есть синхрогимнастика по методу саморегуляции «Ключ». Это учебник для школ. Учебник для школ для 10-11 классов. Это осваивают в институте повышения квалификации физкультурники, которые должны наводить. И там есть синхрогимнастика по методу «Ключ», где каждый человек подбирает себе те физкультурные упражнения, которые ему подходят в моменте. Не вообще. Потому что вообще физкультура все знают, что полезно, но мало кто делает. Почему? Потому что люди не знают, что все физкультурные упражнения, они родились из естественных инстинктивных действий человек. А тут надо подбирать себе то, что тебе подходит. То есть методом перебора искать правильный упражнение. Перебора подбираешь себе то, что тебе хочется продолжать. Это критерий, которого в мире раньше не было, это я сейчас говорю. То действие, которое тебе хочется продолжать, в твоем моменте. Если ты это делаешь, у тебя сразу снимается страх, стресс, и ты выходишь на состояние пульсов. Надо же, как интересно. А как вы считаете... Вот дети наши будут, наше настоящее поколение, будут более здоровы и счастливы, чем мы, иначе в нашей жизни не имеют никакого смысла. Абсолютно с вами согласна. Но ведь ваша методика, несмотря на то, что она абсолютно универсальна и подходит для каждого, она не так известна, как должна была бы быть известна. Она подходит для каждого, на самом деле, потому что если не подходит один прием, ты подбираешь другой. Вот и все. И там есть принцип подбора путем перевода. А в школе в обычной нас учат по принципу повторяй, пока не получится. Повторение мать учения. Поэтому в мире происходят войны всякие, кризисы. Потому что повторение мать учения – это выработка шаблонов. И когда люди попадают в неопределенность, когда они попадают в стресс, они не знают, что делать. Но надо добавить к этому принципу повторения мать учения, добавить второй принцип. Подбирай то, что тебе подходит. Это уже индивидуальный подход. Потому что общество состоит из массы, но каждый из нас – индивидуальность. Надо это соединить, и тогда будет прорыв новый. Сейчас, да, достаточно сложная ситуация. В стране многие люди находятся в состоянии стресса и неопределенности. Получается, ваша методика как раз способна помочь всем? Это наше будущее, конечно. Наше будущее, но для нас надо открывать себе, конечно. Помочь каждому, потому что, если какой-то метод не может быть для всех применим. А это для всех и каждого, потому что ты подбираешь то, что тебе подходит. А то, что тебе не подходит, отбрасываешь, вот и все дела. А сам процесс подпора, путем перебора, развивает творческое мышление. Возвращаясь к вашему картину, как вы считаете, картины, которые вы нарисовали коллективным разумом, они чем-то отличаются в лучшую или худшую сторону от тех, которые вы рисовали сами? Это судить только зрителям, как говорится. Но свет в глазах смотрящего. Потому что у меня раньше в центр приходят люди, а я, наверное, на Таганке, на Николаевском переулке, дом 2, у меня было 200 квадратных метров площади, и туда приходили разные люди. Это сейчас в коллективном разуме нарисовано. Туда приходили люди, и приходит женщина, например, и она смотрит на картины и говорит, а что у них вообще такие глаза свои? А я понимаю, картины для меня – это тест. Вообще творство – это тест. Я говорю, ну, давайте сделаем приемы ключа. Она сделала приемы ключа, села, и потом говорит, ой, а та хорошая, та интересная. Ее изменилось состояние, стресс ушел, и она сразу увидела их воистину, какие они есть. Ну, вот, посмотрите, это мы в коллективном разуме делали. А как долго вы рисуете картины? Вот эту делали, в принципе, она была сделана, тут вот и написана, я вам скажу. Она у меня в книжке опубликована, которую мы вместе с сотрудниками нашего коллектива. В книжке, вот там книжка лежит. А, вот она, вот она, желтая. Я сразу показываю все. Эта книжка написана участниками школы Чейк Будущего. И здесь она, есть тетрадка, кроме их приемов, которые на базе ключа они делали, она была вот такая, вот. Это было два года назад. Книжка эта издана два года назад, а сейчас она вот такая. То есть мы ее рисовали два года. То есть это вы сами-то рисовали, а потом было? Да, потом мы сделали вот так, вместе. Вот теперь смотрите, разница. Мне кажется, она стала потрясающей. Да, вот что значит коллективный разум. Ну, в принципе, наша школа, часть будущего Homo Futurus, это модель общества с сжатым бедем, у которой должны учиться на всей планете. Это очень важно, такой школы больше нет. А книжка эта называлась, новые приемы метода ключа, черные стороны, не, белые стороны, черной дыры страха. Почему? Потому что мы учимся энергию напряжения, стресса, энергию боли, энергию страха, как стресс-трамплины, переводить на свои новые достижения. То есть если человек обоил страх, что делать, завтра он не знает, как быть, он знает теперь, какие приемы надо сделать. Я начал с дополнительных вещей, это не приемы ключа, это просто дополнительные приемы ключа. Сделал хлёст, лыжника, плавательные движения, движения тенниса, бой с тенью, идиоматурные движения. Вышел на это состояние внутренней свободы. И вдруг заметил, что он знает, как быть. Уверенность появилась. Потому что человек творец. Буквально это озарение какое-то. Озарение, правильно. И поэтому мы изобретателей обучаем. Озарение по заказу. Я почему это подчеркиваю, прямо фразу. Это... Озарение по заказу. Мне кажется, озарение по заказу, это просто то, что нужно. Конечно, за этим гоняется весь мир. Совершенно согласна. Весь мир, сейчас миру нужны новые технологии, новые там решения и так далее. Это всем нужно. И детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам. Кстати, я раньше... С меня начиналась передача «Помоги себе сам». По центральному телевидению, когда еще первого канала не было. Сейчас, если увидят меня, бабушки, дедушки, они сразу вспомнят, о чем речь идет. А наше центральное телевидение смотрели не только в СССР, а во многих странах, и все знают про Метод Ключ. У Вас, Ваши ученики работают в других странах? Конечно, Вам нравится, конечно. Это замечательно. Да. Жалко, что у нас жизнь короткая такая. Ну, наши, может быть, человеческие... Да, да, это меня как раз таки осчастливает. И Ваш приход ко мне сегодня для меня большое счастье. Потому что я абсолютно убежден, что встреча с Личностью – это эпоха в жизни. И действительно, мы с Вами сейчас делаем общее полезное дело для всех и каждого. Чтобы наши дети были здоровы и счастливы, и не набивали тех шишек, которые мы себе набивали. Да, очень хотелось бы их избавить. Да. Конечно, от таких ошибок. Будут меньше уставать, лучше сдавать экзамены, выигрывать соревнования, быстрее учиться, и легче дружить друг с другом, по-человечески. Да, и лучше понимать, чего они на самом деле хотят, а не под влиянием какой-то моды. И этих самых, которые называются манипуляторов. Ну, это то, что нужно. Да. А самое главное – открывать свои творческие способности. Чем больше людей занимаются своими любимыми делами, тем больше они на своём месте. Тем больше точка поля. Проблемы в жизни заключаются в том, что, во-первых, они не зависают, а надо быстро перезагружаться, а ключ помогает перезагружаться быстро за секунду. И, во-вторых, очень много на людей влияет мода. Как сказали, как хорошо быть бухгалтерами – все пошли в бухгалтеры. Как хорошо быть пограничниками – все пошли в пограничники или в космонавт. А может быть он не космонавт, а может быть он пианист хороший, а может пианист хочет как раз-таки космонавтом быть, чтобы узнать своё предназначение. Да, я думаю, многих ошибок можно было бы избежать, если изначально изначально что-то. Конечно. И родители с детьми меньше бы ссорились. Потому что родители часто детям, дабы защитить их, они внушают, чем надо заниматься. А ребёнок, например, совсем по другой природе своей. То есть родитель может освоить вашу методику, научить ребёнка и… Да, и они оба будут дружить между собой. Замечательно. Это на самом деле так. И так и происходит. У нас в школе много пишут, если кто подпишется на наш канал, на YouTube, на Telegram, они потом там увидят, сколько бабушек и дедушек помирились между собой и со своими детьми. Это очень интересно. Я ещё знаю, что по вашей методике занимались с людьми, которые пострадали в терактах, в террористических атаках. Да, это вы правильно говорите, потому что я был первый, как врач и психолог, который помогал людям после терактов в Каспийске, Беслане, Волгодонске, Минводах, выйти из шокового, стрессового состояния, и потом учил первых психологов МЧС, я думаю. И ваши методики наверняка до сих пор применяются? Ну, я надеюсь, применяются. Мне иногда присылают методички, где психологи местные, вот этих вот внутренних органов, там МВД или Росгвардии, или ещё каких-то там структур, Минобороны. Их психологи берут у меня старые материалы, которые были 5 лет, 10 лет назад, и преподают своим курсантам там, даже со мной не согласовываю. То есть, как говорится, птичка вылетела и летит. Ну, конечно, надо подготовку проходить, как специалисты, прежде чем вот это. То есть, я хочу сказать, какая большая ответственность у любого новатора. Поэтому много изобретений делается в мире. Но надо, чтобы они были ещё ответственны, эти люди, которые что-то изобретают перед человечеством. Ну, например, когда изобретают новое оружие, атомные бомбы, чтобы они понимали. Вот очень я люблю книжку, что делал человек в тот вечер, когда бомбу сбросили на Хиросиму. «Колыбелька для кошки» называется. Ну, там автор прочитает «Колыбелька для кошки». Он, оказывается, сидел в этой книжке. Ну, это художественное произведение. И делал «Колыбельку для кошки». Знаете, как ниточки наматываются, и вот так делают, да. И размышлял, когда бомбуют просили на Хиросиму. У меня был друг Паламышев, профессор, в театре «Мимика и жеста». Я там тоже, по его предложению, и в Щукинском училище тоже учил снимать на Маширосиме зажима. Он говорил, что его брат в Нью-Йорке, ему поручили создать оружие против демонстрации. А он гуманный человек. Он не мог придумать ничего другого, кроме как изобрел большие мыльные пузыри. Тоже переключениями, можно сказать, отвлечениями. Хотя, как-то тоже неплохо не разгонять, а отвлечь, ладно? Конечно, без последствий, чтобы. Глаза протерли. Просто, знаете, сохранять человечество. Кстати, техническая революция, она всегда идет впереди нравственной. Есть вечные ценности. Это любиться, переживать, чувство бесценности живого, сотрудничество. Вечные ценности, они всегда сохранятся. И вот, что мы учим? Решать любую проблему через призму общечеловеческих ценностей вечных. Это очень интересный подход. Что такое творческий подход? Это решение любой сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей с поиском наиболее простого решения. Через эту призму. А как Вы считаете, вот сейчас в мире с общечеловеческими ценностями, как обстоят дела? Я думаю, что из года в год ближе к этому возвращается, к человечности. Потому что люди в тупик приходят. Потому что деньги решают все. Есть материальная часть и духовная часть. Деньги никому не мешают, когда они есть. Но если ты зацикливаешься только на деньгах и теряешь вторую часть духовности, почему Христос гонял там этих, которые только за деньгами? Ну, надо, чтобы баланс был. Духовных и материальных ценностей. Этот баланс, собственно говоря, происходит за счет согласования психических, физиологических процессов. Психические, духовные, физиологические и материальные. Когда человек ключом занимается, снимает ненавышленный зажим и выходит на состояние внутренней свободы, ему в этот момент деньги не являются целью. Это же средство для реализации своих дальнейших творческих возможностей. Поэтому, поскольку человек творец, царство Божие в тебе есть, сказал, присутствует. Человек, кстати говоря, люби ближнего, сказано и до Христа. И Магомед потом сказал люби ближнего. Все человеческое, все религии построены на том, чтобы напоминать человеку, что он человек. Ну, поскольку тысячи лет проходят, смысл идеи вынущивается, остается только форма, традиция. И поэтому люди думают, если они ходят в церковь или в мечети, что они уже с Богом. Но это еще не так. Надо суть понимать. Будь человеком. Сопереживание, сострадание, сотворчество, чувство бесценности, живое. Вот о чем речь идет. Спасибо большое. С вами очень интересно и приятно встречаться. Надеюсь, это наша не последняя встреча. О, я тоже на это надеюсь. Вы мне так понравились как человек и такая красивая девушка. Я, Антон, такой симпатичный парень. Это я книжки прочитал другую. Спасибо большое. Правда, я очень рада, что мне удалось сегодня. Антон, заведи, пожалуйста, прямо на глаза. Рано на глаза. Там все снимается. А? Там и так все снимается. А, снимается. Посмотри, как их назвал участие. Это я в одной книжке прочитал, что надо девушкам всегда комплименты делать. И про Антона я говорю. Какой прекрасный парень. Антон замечательный. Замечательный. С таким терпением он нас с диван. Да. И ты с таким терпением меня выслушивала. Вы... Ну, потому что я взрослый человек, конечно. Я тоже, на самом деле, старушка. Ты девушка, смешная. Душа у нас молодая. Это главное. Это главное, на самом деле. Добавить осталось только приемы, чтобы гормоны и все остальное. Это я для всех уже говорю. Потому что гормональный баланс меняется, когда вы снимаете страхи, стрессы, подчинение авторитетам. Когда вы начинаете чувствовать себя с внутренней свободы. Молодеете, друзья. Главное не домолодеть до состояния младенца. Ну да, а то из дома выгонят, не узнают, что за девочка пришла. Это кто? Спасибо, Антон. Спасибо. Большое спасибо. Вы мои друзья. Я надеюсь. И поэтому жду еще раз гостя. Спасибо вам, что вы мне показали, как это делать. Я теперь буду дома заниматься. И надеюсь, у меня все пройдет совсем. И шея, и спина я буду молодая. Совсем прекрасно. Да ты так прекрасная. Поэтому эти приемы делай каждый день. Да, кстати, я забыл сказать. Самое последнее наше достижение, это за закрытой дверью, пять минут день, побыть самим собой. Хочется плакать, плачь. Хочется смеяться, смейся. Хочется танцевать, танцуй. Хочешь ножкой топать, ножкой топать. Хочешь дергаться, дергайся. Это самая современная технология медитации. Самая современная технология медитации. Побыть самим собой. Делать то, что тебе хочется. Потому что в обществе ты делаешь то, что ты должен делать по культуре, по требованиям внешним. А это ты делаешь по внутреннему требованиям. И когда ты выплачешься, подергаешься, позеваешь, поплачешь, подрыгаешься, потанцуешь за закрытыми дверями. То потом ты в общество выходишь, постановлено. Это курс надо каждый день. Пять минут проходить. И через несколько дней вы себя не узнаете. Это как в анекдоте. Мама, мама, что ты там делаешь? Ша, дети, я делаю вам хорошую маму. Да, правильно, правильно. Правильно. Так что мы надеемся, что голос наш, вопиющего, будет услышан. Для всех и каждого. И я вообще считаю, что то, что мы сейчас чем занимаемся, это то, что сегодня всем нужно. Это то, что сегодня всем нужно. Я вот сейчас освою получше технологию. И распространю ее на своих, сначала на свое семейство, а там дальше будут. Давай, распространяй. Будем только рады, потому что все будем дружить. Как говорил Святой Франциско, я был у Папы, там, как его звали, Падре Ильичио. В Италии меня приглашали, когда я там на группу наркоманов, которые лечатся без лекарства. Падре Ильичио. Наша Академия наук посылала группу, меня там послали. И там Падре Ильичио рассказывал, что когда Франциско на крест тоже вывешали, друга Христа, его спросили, что ты хочешь перед смертью пожелать. И он сказал, хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. То есть до последнего думала о друге, да? Да. Чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Вот что нужно для сегодня. Это точно. Там все пишется, пишется, пишется. Да и хорошо. Помашем тогда ксеной кой. До встречи. Спасибо. Еще раз спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Женя. Можно я вам покажу? Давай. Идти. Туда. А там все пишется и пишется. Там все пишется и пишется. Я просто переживаю. Я посмотрел, там батарейка заканчивается. 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 Ну как раз мы успели. Женечка, спасибо, милая. Вам спасибо, Хасай. Правда, я в полном восторге. Серьезно. Спасибо. Ты умеешь поддержать. Самое главное, ты мне задала вопросы, которые меня включили. Да? Я в очередной. Я в очередной. В очередной. Я в очередной. Видишь, сколько ты говорил. Да. Сейчас пойду и скажу Саше, что мы уже дописали. Остановить? Да. Мы все. До встречи. Да. Оно все прям в прямой эфир идет? Да. Нет записи. А, записи. А ты покажись там, чтобы тебя увидели и тоже помашить. А я там уже помахал рукой. До встречи. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует...